Александр, когда Ваш следующий бой будет наконец? Ну я надеюсь, что он состоится 14 декабря. Уже дата известна, соперник тоже известен. Пока не буду оглашать. Только официально, как объявят. Тогда все будет уже ясно. Он иностранец? Да, иностранец. А что же с Раисовым по медалям? Мы были на Fight Night, который проходил здесь, в Москве. И ко мне подошли и спросили по поводу, как я себя чувствую и готов ли я драться с ним. Я сказал без проблем. И это видео вышло в интернет. Я залетел по всем группам в инстаграме. Везде начали меня отмечать и Суфа Раисова, и меня. Что якобы бой официальный везде. Это везде раскидали меня, засыпали вопросами. И я понимал, что это все неофициально. И контракт не был подписан на этот бой. И, наверное, в течение трех дней это все расходилось и расходилось. И буквально где-то на четвертый день ИСЕ выложили в инстаграм официально, что у него бой будет с бразильцем. Насколько я знаю. Ну и все. И потом мне все начали писать, почему бой не состоится. И мне тяжело всем ответить, что это было объявлено неофициально. То есть сейчас его бой объявили официально. То есть он дерется. У него соперник известен, но у меня тоже известен. Что вы тогда подумали, когда ваш бой сорвался? Что подумали? Да, да, да. Когда вы узнали, что Раисов будет разобраться? Да, ну в принципе я ничего не знал. Я просто ждал информацию. И я понимал, что пока официально не объявят. Пока мне не скажет Александр, менеджер Алексей Жирнаков, что бой будет именно с ним. То есть все было пока в подвешенном состоянии. Вы разобрались с той ситуацией, когда ваш бой сорвался впервые? То есть прошлой весной, что там было точно? Да, ну как все знают, что я уложился вес, взвесился. Все, просто потерял сознание, рассек бровь. Но и бой не состоялся. Я по приезду домой сделал обследование полностью. Посмотрел, что у меня со здоровьем. Но мне сказали, что надо будет следить за некоторыми моментами. Сейчас немножко все по-другому. И это было именно из-за весогонки или из-за чего-то еще? Не сложно сказать. Я думаю, здесь все было. Все накопилось просто. Но я не думаю, что это была весогонка. Так как эта весогонка у меня прошла за все время, что я делал вес. Это была самая крутая весогонка. То есть я уже за вечером, практически за 12 часов я уже был в весе. И я чувствовал себя очень круто. Я не сделал ни одной сауны. То есть, как обычно, я хожу в сауну, там гоняя вес. Или либо ванну делаю. Эта весогонка была самая крутая. То есть я ночью себя чувствовал очень хорошо. И спал, и проснулся. Просто утром встал, пошел в туалет. И уже не помню, что произошло. Я понимаю, что мой товарищ по команде, это Александр Сетров, меня поднимал. Потому что я только открыл дверь ванны и упал. То есть вот такая ситуация не очень хорошая. Но, как говорится, все, что на деле, остается лучше. И понимаю, что это был бой такой самый ожидаемый. Все его ждали, что он состоится. Но я надеюсь, в будущем он состоится. Вы в 2011 году, в 2010. Я прекрасно помню, у вас была суперсерия из побед. Причем победы были досрочные. И вас, в общем-то, считали настолько же перспективным, как и Хабиб Магомедов. Когда вы смотрите его бои, когда вы видите его достижения, у вас есть такое чувство, блин, на его месте могу быть я. Да, ну, как сказать, так тоже нельзя говорить. Ну, все совершают ошибки. Я, тем не менее, делал ошибки, которые не надо было делать. Например, что это за ошибки? Ну, там, первый бой у меня был бирал в Белатаре. Где соперник у меня был Рич Клименти. Угу. Я мог его выиграть. Я, в принципе, был такой хороший гран-при. Можно было выиграть это гран-при. Ну, вот, проиграл. Ошиблись именно в бою или в чем-то другом? Ну, скорее всего, наверное, сильно был. Переволновался, может быть. А почему это произошло? У вас за плечами уже было более 15 поединков? Ну, это где они были? В России. Да. Там я дрался первый раз. Может, было какое-то давление или еще что-то. То есть, чуть переломался. Хотя, этот бой мог выиграть. Начиная с того момента, что-то пошло не так или все-таки больше? Ну, не сказать прям, что все пошло не так. Ну, нет. Я не говорю, что все. Ну, а что-то? Просто были, ну, такие ошибки немножко в плане психологических. Угу. Надо просто было настраиваться нормально. И все. Угу. То есть, все делали исключительно в этом? То есть, все остальное не менялось? Ни подготовка, ни там… Да, готов я-то был хорошо. В принципе, тренировались, готовились. Во всех аспектах. Я не скажу, что соперники там чем-то превосходили. Угу. Просто надо было настроиться, хорошо выходить. И то, что умеешь делать хорошо – делать бою. Вот и все. Можно мне сказать, что здесь, в России, вам просто комфортнее выступать и все? Ну, как сказать, в России тоже тяжело выступать. Потому что тоже большая ответственность. И много приходит за тебя поболеть, посмотреть. Угу. То есть, тоже тяжело. Как говорится… Нормально. Нормально все. Как у вас с контрактом сессии, сколько боев осталось? Ну, это надо узнавать о моем менеджере Алексея Женукова. А вы не помните? Нет, не сложно сейчас. Угу. Угу. Он делает всю мою работу. Угу. Угу. Угу.